Семиклассник Никита пользуется автобусом несколько раз в день. На нем он добирается в школу и на тренировку, а еще иногда ездит в гости к бабушке. Льготный проездной помог бы сэкономить семейный бюджет. Ты всегда рассчитываешься деньгами, тебе удобнее было, если бы у тебя был проездной билет? Ну конечно, так считаю, в школу два раза и на тренировку два раза в день. А было хоть раз, чтобы ты, например, деньги где-нибудь забыл, потерял? Конечно. Таких, как Никита, в нашем городе немало. Дети часто теряют или попросту тратят деньги. В итоге бредут домой пешком или взывают к доброму сердцу кондуктора. Бывает, теряют и плачут, и всяк. Прям подходят, слезенка льет. Конечно, провезем бесплатно. Конечно, было бы удобно, если бы у них были проездные, и было бы проще и быстрее. Особенно актуальным вопрос со школьными проездными становится зимой. Сейчас темнеет рано и на улице очень холодно. Вот и беспокоятся родители о своих детях. У кого есть возможность, встречают и провожают малышей в школу. Тратиться на проезд приходится вдвое больше. Как считаете, для школьников удобнее деньги давать на проезд в автобус? Или вы бы ему купили билет, и пусть бы он ездил? Конечно, проездной удобнее. Да, наверное, это было бы удобнее. Да, ездил бы, хорошо бы. В общем, проездные в бийских автобусах ждут. И в администрации города началась работа по их внедрению. Уже в декабре планируют закупить первое оборудование для электронных билетов. Отрабатывают механизм пополнения карт, решают, где их выдавать. После введения электронного проездного, как раз проездные билеты и детские, и студенческие, и школьные будут вводиться и в автобусах тоже. Скажу, что мы планируем уже где-то к весне эту программу запускать по введению электронного проездного. Сейчас уже дорабатываются, так скажем, последние штрихи. Сегодня электронные билеты на общественный транспорт введены во многих крупных городах России. В том числе уже больше трех лет действуют они в Новосибирске. Как раз опыт соседнего региона и будет взят бичанами на вооружение. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН.